Второй тайм продолжаем в том же духе. Игру не отдаем. Играем свою игру. Под их игру не надо поставить. Побольше передач. Побольше просим мяч. Понятно? Больше движения. Футбольный тренер Василий Акимов в школьную команду «Арсенал» тренирует уже седьмой год. Мальчишки пришли к нему еще первоклассниками. Сегодня это уже настоящие футболисты. Некоторые продолжили свою спортивную карьеру в профессиональных командах. Но и любители, рассказывает тренер, мало в чем им уступают. А после самоизоляции желание заниматься у его подопечных стало еще больше. Мы играем вторую, так скажем, товарищескую игру. Это все-таки не соревнование. Я вижу, что желание огромное у ребят. И надеюсь, что это желание никуда не пропадет. И сегодняшняя ситуация в мире, она все-таки закончится. И наконец-то мы будем участвовать в соревнованиях. Защитник Владимир Романенко пришел в школьную футбольную команду «Арсенал» после просмотра по телевизору отборочного турнира на чемпионат Европы. Говорит, ему запал в душу матч «Россия-Уэльс». С тех пор Владимир оттачивает свое мастерство на футбольных полях Самары. Этой весной пришлось повесить бутсы на гвоздь. Но теперь команда снова вышла на тренировки. Считай, два месяца сидели без футбола, дома. Не поиграешь. Теперь есть возможность. Вот игры устраиваем. Первую, к сожалению, проиграли 6-5. Команда «Фибер» была. Сейчас команда «Форс». 4-3 в нашу пользу. Футбольная команда «Арсенал» из 92-й школы звезд с неба не хватает. Но и в аутсайдерах городских соревнований не числится. В 2018 году она выиграла турнир «Лето с футбольным мячом». Пока это лучшее ее достижение. Притормозил его движение к славе в этом году COVID-19. Юные спортсмены не разыграли кубки и медали на двух главных турнирах сезона. Кожаный мяч в мае, в июле и августе «Лето с футбольным мячом». Но тренеры надеются, что городской департамент спорта совместно с Самарской федерацией футбола проведут еще соревнования для любителей самой популярной игры в мире. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.